Кардиотренировка Беговые дорожки, кросс-тренер и другие тренажеры Мы можем рассмотреть, например, работу на тренажерах эллипсоид Многие ошибочно полагают, что для сжигания жиров достаточно всего лишь легкой прогулки, шага пешком, шагом на дорожке с легким темпом, чтобы запустился процесс жиросжигания Это мне не является ошибочным, так как нужны определенные условия, чтобы запустился процесс жиросжигания Например, мы можем рассчитать на примере ЧСС Рассчитывать очень просто 220 минус ваш возраст и умножаем на 65-90% 65% это минимальное, 90% это максимальный ЧСС, который должен быть во время сжигания жиров на тренажере Попробуем рассчитать свой пульс на моем примере Допустим, берем 220 минус мой возраст 50 лет, получается 170 Это максимальный ЧСС, который мы никогда не должны достигать Умножаем на 70% Получается 119 Это пульс, который примерно у меня начнется процесс жиросжигания Если взять цифру 170, умножаем ее на 90% Мы получаем пульс 153 Для меня это максимальный пульс, который должен быть на тренажере То есть я определил свои рамки от 119 до 153 Выше это опасно для здоровья, меньше процесс жиросжигания у меня не будет запускаться Еще один момент, который нужно обязательно учитывать Это то, что наш жир не сразу начинает сгорать во время кардиотренировки А спустя какое-то время Потому что в мышцах у нас находится достаточно большой процент гликогена Это наш животный углевод, который позволяет нам работать Наш бензин, как для машины И чтобы запустился процесс жиросжигания Сперва мы должны истратить почти половину этого запаса Для этого придется потратить 15-20 минут И только спустя 15-20 минут А для подготовленных или спортсменов Это может быть до получаса Начинается процесс жиросжигания Именно сам процесс расщепления жиров напрямую Получается, что из часа проведенного на кардиотренажере Нам всего лишь потребуется около 40 минут, чтобы мы сжигали жиры Но это в принципе недостаточно Что же можно сделать, чтобы ускорить процесс жиросжигания Один из способов ускорить процесс жиросжигания Грубо говоря, увеличить время тренировки Бегать не час, а полтора часа Второй вариант Это, например, заниматься сразу же после силовой тренировки Когда запас гликогена в мышцах уже истощен И третий вариант Это заниматься рано утром натощак Когда с утра у нас запас гликогена в мышцах тоже достаточно невелик Еще один важный момент Чтобы сохранить результаты, которые мы достигли во время тренировки Обязательно в течение часа ничего не ешьте И помните, что ни одна даже самая правильная тренировка Безграмотно сбалансированное питание Не принесет того результата, который бы хотели достичь Подписывайтесь на наш канал Задавайте вопросы Ставьте лайки До скорой встречи Будьте уверены в себе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова